Девушки отдыхают Ответственные, серьезные Да ладно его комплиментами обсыпать А то я заревную Ой Иди, сейчас придет Только смотрите мне, водопроводчики Бегу, спасибо Ну и что это было? Ну ты же в двух метрах сидел, все слышал А что это за ревную? Я что, повод давал? Или ты мне не доверяешь? Там, где появляется ревность Рождаются недоверия И как следствие Наступает конец семьи Леня, ты за гамака не падал, нет? Я просто говорю, Жанна Что в нормальных отношениях Нет места ревности У нас же с тобой Нормальные отношения, или нет? Да успокойся Я просто пошутила С ревностью не шутят Ну что ты завелся? Ревность, 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 ревность Иди вон, Людке помоги Она в панике Это песня о том месте Где сердца все бьются в тах Если бы не были в Одессе Значит, что-то тут не так Там море черное Встречает на берегу Там ждет меня уютный домик В который снова удержу домик За такие идеи Непапа Римский должен Лично вашим нефильтрованным Из ладошек поить Коза Толян Толян Здорово Здорово Слушай, а ты как яхтсмен в этих шорнах А, да Только лицо выдает А ты где пропал-то? Я тебе неделю звоню Да я там Ну ладно, появился и слава Богу Гони, чирик, пошли пиваса трестят Боль, извини, я не могу Я еще со своей генерой А, я понял Ноль три, так ноль три Боль, я не буду трестать Да не дрежь, Надюха, не онюхает Пойдем, поля Ты не понял Я вообще не буду пить Никогда Ты все, завязал, хватит Той Мне Антония, знаешь, как плохо было? Я спустили встать не мог Ну ладно, Надька, она шина Так ни Машка, ни Димка Мне даже стекан воды не принес Вот так Ремня им нормально вот тут обсыпать надо, а? Да при чем тут они? Да он же разбаловал-то их, вот и все Чтоб то и дело, что я их никогда не баловал Тучил с бутылкой возле телека Подялся где ни попадя Вместо того, чтобы в зоопарк с ними сходить Правильно Думаю, хоть сейчас наверстаю Да, Толя, держись Так может, все-таки Нет Побежал Давай Давай, Толя, давай Конечно, беги Бывший, лучший друг Ну, утро как утро Выпил фрайш Покупался в басике Позавтракал Креветками гриль Обыденность Ник, я возьму твои наушники? Да нет, что, у меня же отдельная комната Ага Детский голос? А это горничная моя из Вьетнама У них там такие тонкие голоса Да, прямо оттуда и приехала Не, ну твой-то Харьков, конечно, ближе Когда-нибудь увидимся Да Мне тоже кажется, что в расстоянии Есть своя романтика В смысле подъезжаешь к Одессе? Ну, конечно, рад, но... Да До вечера О, Ник! Зайди на минутку, плиз Сейчас, сейчас... Слушай, глянь, какая фотка лучше? Вот эта на фоне бара или на фоне шкафчика? Точно Точно Что точно? Ты фотки глянь А Обе, конечно, хороши, но на фоне шкафчика лучше Да? Мне что-то кажется, у меня рука здесь какая-то толстая Ну, так обрежь Слушай, Лизон, а... Дай мне свою комнату в аренду на пару часиков Молодой, фотку ткнул, а не жизнь мне спас, даже не рассчитывай М-м-м, кстати, знакомства, а? Ты полная туфта Ой, Бубубубу, кто-то обиделся на сестру? Ничего я не обиделся, реально тебе говорю Там куча фейковых страниц, типа Я не такой, как все Пью сидр, несу позитив, люблю натуральность Потом надели бабам, неприятный сюрприз Ну, конечно, может и так Но из двадцати один обязательно будет нормальный Который, как и я, ищет нормальные отношения такое я два года сидел на этих сайтах и толку ни одной нормальной цепочки ой конечно а виноваты все остальные ты чё щас стебешь мне слышно не обижайся реально с карасем интереснее общаться чем с тобой а мне обязательно повезет ты чё-то забыл ничего ну все пока пока лёнь где ты ходишь я картошку уже третий раз грею женуль я кушать не буду я у люды голубцов поел кому я миску мимозы сделал я хотел перекусить просто но было так вкусно что я не смог остановиться и налопался ну ладно тогда иди купайся там в душе еще горячая вода осталась и жди меня в спальне я приду и отомщу тебе за мимозу а я сегодня сэкономлю наш бюджет я же у улютый помылся а вот принять горизонтальное положение я не прочь фигасе девушка вы не видели мою сестру видела и она собирается на свидание с красивенным парнем с сайта знакомств да ладно тебе написали сайта знакомств пару часов назад причем сразу сказал что не хочет переписываться по полгода а хочет познакомиться и пообщаться еще у него такая благородная фамилия благородный слушайте так повезло я знаю а ему как повезло ну красавица же классная прическа лизок папе плохо умираю принеси водички блин я пудру забыла лизок лизок я ходить не могу у меня обезвоживание а в народе говорят похмелье никиту попросили лиза в этом году просто лютое нашествие саранчи ты не слышал это что нет у меня сейчас дома такое пока это все потравит пока это все выветрится полы это все дело сама понимаешь короче тусим пока тут моя дача но если не против конечно да нет конечно не против а что я могу выбираю любые какие нравятся здрасте шалом кучерявая не обращай внимание это наша дворецкая дворецкая ничего себе впервые вижу такую женщину дворецкого я люблю все необычное кстати попробуешь яблочки с нашей плантации пойдем наверх как больно как будто бы кто-то рубанком полоснул так болит кто бы мне помог эластичный пин доложить а можешь марка разбудить а ты не поможешь пап я бы с удовольствием мне некогда можешь у лизы попросить она кстати у нее же медицина была в школе а она уже ушла ну все-таки придется марка разбудить ага так боль боль что-то случилось я буду загибаться они будут смотреть видео про котиков в ютюбе ты можешь объяснить по-человечески что тут объяснять лизка стакана воды не поднесла никитос просто ушел а ведь я только притворялся что мне фигово ну так может они поняли что ты притворялся и поэтому не помогли они не помогли потому что потому что я для этого ничего не сделал слушай вместо того чтобы оплакивать свою горькую судьбу нужно что-то начать делать ну что я сделаю они уже выросли да выросли но они все еще дети конечно об этом нужно думать было раньше когда они в трусах по огороду бегали но никогда не поздно начать думаешь не поздно да моя мама до сих пор надежды не теряет ну а не поздно дерзай ну а ты стою так что и ну и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Донечка! Доня! А кто сегодня не съел мою мимозу? Я завтра съел. Само собой. А сегодня… Не надо. Не надо. Давай завтра. Я очень устал. Улюли. А чем ты забыл, Заня, что ты устал? Ой, хорошо. Слушай, ну, сорян, что так получилось. Тебе не за что извиняться. Мне все понравилось. Да? Если честно, это был лучший вечер в моей жизни. Ты веришь в любовь на расстоянии? Ну, я любил бабушку Симу, когда она была в Израиле. И сейчас люблю, хоть она уже и не в Израиле. Звони мне. Ага. Лизон, привет. Привет. Ну, что, как прошло? Ну, в общем, ты был прав, брательник. Мало того, что я преждала эту козлину на молдаванке фиг знает сколько. Так он вообще не пришел. Капец, вот отмрозок. Ну, ты ни кисть, ни лизон. Слушай, ну, что я сделала не так? Мне что, на аватарку фото ног ставить? Сестра, ну ты тут ни при чем. Ну, просто он козел вот и все. ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, ну, может, и не все они козлы на этих сайтах? Слушай, не надо меня успокаивать. Я эпиляцию пережила. Я с этим справлюсь. Подожди. Ну, может, у парниши случилось что-нибудь. Я вам помню, как-то раз шел, телефоны в чайку кинул, ну и все, телефон утоплен, телочка профтычена. Ник, он меня обортанул, это больше не обсуждается. Леня, Лень, шо? Сорвался песик с поводка? Не смешно, ты его не видела? Я ж спарализованная, а не слепая, конечно, видела. Ну? Шо ну, вылетел пуля из ванной буквально полчаса назад. Как он, ну, выглядел? Ой, как все мужики, отвратительно. Мама, ну неужели просто нельзя ответить? Ой, ну как выглядел? Помылся, побрился, наморозитился. Шо ты пристала к матери? Наморозитился. Здорова. Ну что? Видел, какая погодка на улице? Обалденная, как раз. Не для того, чтобы мать со фигней, чтобы научить сына кататься на роликах. Па, я умею кататься на роликах. Меня дядя Леня уже давно научил. Ну да? Ну тогда, может, может, на пляже, сын? Научу тебя плавать брасом. Решено. Пойдем. Ну, извини, ну реально не до тебя сейчас. Я умею плавать брасом. Мне пацаны еще в пятом классе научили. Да? Угу. Так идем, покажешь папке. Пап, ну извини, ну реально некогда. Ага. Ленька. Ой, ну ты даешь, Ленька. Ленька. Не суй фиксер у пасе. Пасе не пасе не пасе. Пасе не пасе не пасе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, Лёнька! И ты представляешь, там вместо болгарского перца наказался перец чили! Ой, Жан, привет! Здрасте! Что-то случилось? Нет! Ничего! Хотела у тебя гречки одолжить, килограмма два! На гречневую диету решилась есть? Нет! Кровяночки хочу сделать! Кровяночка! Ну, хорошо! Сейчас посмотрю! Секунду! Ну и как тебе тут? Работается? Да нормально! Поехали! 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 Зараза! Чёрт! 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 Да вот, держи. Хватит тебе? Да! Ой, Лёнь! Ты испачкался. Спасибо, Людочка. Лёньчка, а тебе не пора передохнуть, а? Да нет, я не устал. Может, молочка? Не надо молочка. Лёньчка, помоги мне, пожалуйста, гречку донести до дома. Там всего-то килограммов два. Лёня, отложи инструменты и помоги мне. Я понял. Уже? Спасибо. Давай. Ну, пойдём, пойдём. Что ж такое? В конце концов, ты можешь мне объяснить, что происходит? Дети не должны видеть, как мы скандалим. Скандалим? С чего вдруг? Почему ты был без футболки? Испачкала. Люда сразу застирала. Ты же сама видела, как она там сокра. В смысле, футболка. Слушай, очень дорогой разговор получится. Мне всё равно. Хорошо. Только давай хотя бы холодную открой. И ты решила поскандалить из-за футболки. Ты делай вид, что ты ничего не понимаешь. Я действительно ничего не понимаю. Ты приходишь к Люде за гречкой. Хотела сделать кровянку и спрашиваешь к ним про футболку. К Людке ты больше не ногой. Почему? Там, где появляется ревность, рождается недоверие. И, как следствие, наступает конец семье. В нормальных отношениях нет места ревности. У нас же с тобой нормальные отношения. Или нет? Ты меня слышишь? Я перфекционист. Я должен доводить начатое до конца. Это всё-таки водопровод. Они хухры-мухры. Тем более, по дому никаких дел у нас не было. Это раньше не было. А теперь есть. Так что выбирай, или я, или она. Ну, в смысле, либо наши домашние дела, либо Людкин водопровод. Ну, конечно, наши домашние дела. Пообещай мне, что пока дома всё не закончишь, к Людке не ногой. Да хорошо. Так, что надо делать? Иди переодевайся, и я тебе потом скажу. Так я же в рабочей одежде. Я вижу. Но в грязной. Застиранной. Это у Людки так можно. А у нас дом чистый. У нас так нельзя. Иди переодевайся. А что ты делаешь? А что? Папа, перестань, пожалуйста. А помнишь, как ты меня в школе просила пойти с тобой на дискач? Ты похож на бегемотиху из Мадагаскара. Слушай, а пойдём танцевать, а? Куда вы там ходите? В Аркадию? Ой, не смеши меня. А чего? Ты же всегда говорила, пойдём, пойдём. Тащила меня, хотела, чтобы я с тобой танцевала? Да, хотела, очень. Потому что в школе на дискотеке со мной никто не танцевал, смеялись надо мной. Мол, я щепенец. Я думала, что если они увидят, как я танцую с тобой большим и брутальным, смеяться не буду. Не скачь. Извини меня. Боря. Боречка. Боря. Боренька, не делай этого, а? Боря. Знаешь, там в подвале за Малинкой баклажечка тёмненького холодненького стоит. Хочешь, а, Боря? Нет, спасибо. Я не думала, что ты так переживаешь по поводу Лизы и Никиты. Сам виноват. Ни хрена для них не сделал. Ну ты что, ну? А кто научил Лизу не бояться крови, распанахав себе палец? А кто Никиту научил делать ртом звук открывающегося шампанского Боря? Ну и дать этого не достаточно, Боря. У тебя же вся жизнь впереди. Ты ещё для них столько сделаешь. Ого-го. Они ещё тобой гордиться будут, Боря. Вот сейчас кое-что сделаю и будут. Значит так, Боря. Заканчивай этот драмтеатр, потому что Лёне нужна верёвка помидоры подвязывать. Здрасте, приехали. Мне верёвка нужнее. Я хочу для Лизы с Никитой качель сделать. Шо? Боря, эта верёвка слишком тонкая для качели. А я её в несколько слоёв переплету, канат получится. Жанет, спасибо за поддержку. Ты офигел? Остучаться. Ты дома? Ты что, должна была на свиданку пойти? Сегодня будет сольное свидание. Я назначила встречу этому козлине. Пусть побудет в моей шкуре, а я смогу насладиться местью. Это что, сливки? А, это, ну да. Я же думал, тебе их дать, чтоб ты чувака этого покорила. Ага, и с Рипчиком возле фонтана станцевать. Фигушки. Пускай стоит там и переоминается с ноги на ногу, как я вчера. Лизу, ну а вдруг он тебе 300 роз подарит? Сводкаешься с ними, в инстаграм выложишь, а? Такой козлина и цветочка не принесёт. Сестра, надо уметь прощать. Слушай, психолог доморощенный, ты что ко мне пристал? Я стараюсь отвлечься, как могу. Ты напоминаешь лишний раз. Я сказала, буду дома и точка. Буду ждать его панических смс. Где-то я тебя жду, зайчик-рыбка-котик. Мам? А? Ты что там хотела? А ты в курсе, что в 2007 году в Крыму поступила партия бракованной мебели? А конкретно детских односпальных кроватей? Марк, давай ближе к делу. В общем, я проломал бракованную кровать. Умничка! В смысле, плохо? Очень плохо. Но папа починит. Ну, ладно. Ну что? Что-что. Кровать Марка починил. Телевизор перебинул ближе к Семи Марковне. Ну, а зеркало… Вуаля! Правда, я не понимаю, почему тебе приспичило перевесить его на два сантиметра вправо. Ну, у меня же просто нестандартная фигура. Я же справа. Чуть шире. Действительно, я раньше не замечал. Ну что, я теперь могу идти к людям и чилить водоправу? К сожалению, нет. Там еще на кухне… Что? Что еще на кухне? Нет. То есть, ты хочешь, чтобы я освободил эту комнату на вечер в обмен на недельное безлимитное пользование компьютером? Да, да, да. Пожалуйста. Ну, не знаю. Как-то маловато. О! Будешь застилать за мной постель. Хорошо. И всегда отдавать свою порцию маминых сырников. Слышишь? Кубу закатай. Хватит тебе постели и компьютера. Мамины сырники – это святое. Ладно. Там работы всего на полчаса. Сделаем шить! Жанат. В общем, качели я сделал. Захожу в комнату. Ну, а тут просто капец. Тут землетрясение пронеслось. Но Борюсик молодец. Борюсик все быстро починил. Дверцы шкафчика. Посмотри. Ковер ровно висит. Стул просто огонь. Жан, я не понял. Так что сделать надо? Да ничего уже делать не надо. Все сделано. Лизок! Только ты ж Никите с Лизой скажешь, как папка Борька. Молодец, быстро все починил. Ты ж для них авторитет. Ну и мать. Так что? Я к Люде? Нет. Что нет? Ты не можешь идти к Люде. Почему? Все же уже сделано. Потому что после Бори надо все переделывать. Не понял. Ну, Боря же все сделал халтурно. Посмотри. Ковер криво висит. Стол страшно здесь. А шкафчики вообще. Сам посмотри. Пап, ты меня зачем звал? Я… Уже не зачем. Понятно. А зачем ты так? А? Еще и прилить. Ну и буквально вчера начал делать там ремонт. Хочу все сделать в стиле лофт. Ну а пока что потусим тут. Это моя старая детская комната. То саранча в доме, то ремонт в стиле лофт. Ты ничего от меня не скрываешь? Да нет. Просто ты необычная девушка. И я хочу, чтобы все было по красоте. Ладно. Такой, как ты, обманывать не может. А что это за люди, в доме которых мы видели только что? Да это садовники задолбали уже ходить по дому. Не хотел просто при тебе их отчитывать. Вообще, знаешь, люблю, когда в комнате выдержан стиль. Да, это круто. Да. Когда любая мелочь вот играет. Вообще, хочу переоборудовать эту комнату под стоянку для скутеров. Да это же второй этаж. А я тебе не говорил? А что зафигачить? Здесь стеклянный лифт. Вот прямо тут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Луда! Ладно! Ладно. 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 Спасибо. Класс. Давай еще. Ты, Кавкал, долго тебя ждать? Не поняла. А это кто вообще такая? Киза. Леня. А куда это ты такая красная и красивая собралась? Угу. С одним молодым симпатичным в кафе на набережной. С кем это? С тобой. Ну, я подумала, что мы уже сто лет нигде не были. Я уже даже забыла, что у нас в городе есть набережная. А давай лучше завтра? Ну, почему не сегодня? Ну, ну... Ну, какие могут быть дела, когда такая курочка приглашает тебя прогуляться? Угу. Конечно. Никаких дел. Серёжки забыла. Я сейчас. Потоп! Люди, помогите! Потоп! Лёня! Лёня! Не подходи ко мне. Да подожди, ну это реально сестра моя. Лиза, ну скажи ты ей. Ну что мне сказать, ну бабасечка. Фу, да и ну что ты прикалываешься? Ну, Никитулька, ты чё такую булку? Короче, хорошего вечера. Да подожди, ну это реально сеструха моя. Это самая тупая отмазка, которую я слышала. Ну, у нас фотки есть общие. Ну, хочешь покажи? Класс! Надеюсь, там, где вы голые? Да не, ну семейные наши детские. Ну, Алина! Тебя ненавижу. Представляешь, как положила серёжки под матрас от воров, так и нашла их вместе с бусами. Лёня! Лёня! Лёнь! А, это ты? Да, я. Тыковка твоя. Отстань, отстань. Откуда ты всё узнал? Ты вломился в мою комнату с клубникой и сливками. Да что ты вообще взял, что можно подружек ко мне в комнату водить? Ну, ладно. Извини, я поступил отстойно. Как козлина. Как козлина. Вот. Ну, ладно. Ты тоже мне извини за этот цирк. Я должна была тебя как-то поручить, ты сам понимаешь. Ну, да. Ну, 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 всё. Ну, прекращай, ты мне сам что говорил. Нужно уметь прощать. Угу. Меня ещё Алина простила. Да она на тебя не дуется. Угу. Она сама мне об этом сказала. Да, я её догнала, всё ей объяснила. Даже паспорт свой показала. Так что теперь она точно знает, что мы с тобой брат и сестра. Блин, Лизуна, спасибо тебе большое. Ну, только она вряд ли трубку возьмёт. Почему? Ну, потому что когда она узнала, что нет никакого супердома с бассейном и горничной из Вьетнама, её сразу как ветром сдуло. Ммм, блин. Блинский. А я бы на твоём месте бы не расстраивалась. Ну, слушай, рано или поздно я всё равно узнала бы правду и слилась бы. Ну, ничего. Мир. М-м. Мир. Мам, мам, ты чего? Мамульчка. Мамульчка. А, значит, когда Фима Марков на тарелку разбила, так у неё руки из копчика растут. А как хромит, тут бах. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Когда-то мама уже видела такие слёзы. Ну-ка маме поподробнее расскажи. Жан, ты извинил, что я так убежал? Мне надо было... Ещё один шаг, и на улице на инвалида станет больше. Ну, извини, просто у неё там прорвало конкретно. Вот только давай без всех этих подробностей. Главное, какой спектакль разыграли, а? Ну, Людочка, позвони Жанке, попроси моей помощи. Она дурочка согласится. Браво, актёрище. И главное, как сыграл про ревность и недоверие. Молодец. Я ещё тебе и мозг готовила. Жан. Да какой спектакль? Я не понимаю. Я видела, как ты ей сегодня через забор подарок передавал. Да я же ей инструмент передал. Ты запретила мне к ней ходить. Так я ещё и виновата. Молодец. Я очень сильно извиняюсь, что вот так врываюсь. Ты это ещё вчера сделала. Лёнь. Лёнечка. Спасибо ещё раз. Если бы не Лёня, то просто всему дому хана. Гена мой, он же строитель. Но в трубах вообще не бум-бум. Ну, прям-таки не бум-бум. Спасибо большое. Жанночка, вот очень повезло тебе с мужем. Ну, а тебе что? Не повезло. А мне вообще капец, как повезло. Спасибо. Ну, пойдём. Люд. И давно у тебя это с ним? Жанна. Не, ну ты скажи, скажи. Ну, где-то полгода уже. А чё я его тут ни разу не увидела? Ну, потому что он не приезжал ко мне. В основном я к нему ездила. Ну, уже всё. Мы решили мой дом сдавать. А я переезжаю к Генке в двушку. Ну, наконец-то. Я так рада за тебя. Спасибо тебе. Пойдём. Ты только в следующий раз мне говори мне о своих переживаниях. заранее, хорошо? Так я же говорю. Нет, ну я имею в виду до того, как ты начнёшь крушить мебель в гостиной. Эпический сандальт. Я сейчас. Боря. Борь. Давай помогу подняться. Уйди. Конечно, у нас Боря ничего сам сделать не может. Боря. Борь. Не обижайся. Ну, я правда не хотела тебя обидеть. Ну, не могу же я в собственном доме хвалить бывшего мужа при нынешнем. Ну, ты сам подумай. Подумал. Можешь. Не вредничай. Ты без похвалы знаешь. Что я в этом доме без тебя, как без рук. Да знаю. Ладно, я не обидчивый. Вот пойди, это детям нашим и скажи. Вот пойду и скажу. Па. Что случилось? Ничего, что-то ерунда. Просто упал. Нет, не просто упал. Папа для вас качели сделал. Стал проверять, а верёвка не выдержала. Качели? Фига себе. Ты не перестаёшь меня удивлять, папа. Ребят, вы меня только до гаража доведите, а дальше я сам. Папуль, какой гараж? С такой спиной нельзя. Пойдём сегодня на моей кровати поспишь. Да вы чё? Ага. Да со мной всё в порядке. Смотрите. Ай, тише, пассатише. Папулечка, может тебе воды или чайку тёпленького сделать, а? А компот сваришь? Пап, я спросила, чай или вода. Я не умею компот сварить. Это песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если бы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море чёрное встречает на берегу. Там ждёт меня уютный домик, в который снова подержу домик у моря. У моря, у моря, у моря. День рождения! Субтитры подогнал «Симон»